Как повлиять на водителей, которые отправляются за пределы региона по зимней автодороге, несмотря на запрет из-за погодных условий и подвергают опасности себя и пассажиров? Об этом шла речь на оперативном совещании главы региона Юрия Бездудного. Исполняющий обязанности руководителя профильного департамента рассказал, что сейчас зимник открыт для всех видов транспорта дорога в хорошем состоянии, но на прошлой неделе с 26 февраля по 2 марта движение по дороге из-за погодных условий было ограничено. Несмотря на предупреждение о запрете выезда, находились водители, которые отправлялись в дальний путь, тем самым подвергая себя и своих пассажиров опасности. Так 1 марта спасателями был эвакуирован автомобиль, проехавший на зимник под знаком проезд запрещен. В этой истории с выездом на зимник, когда по метеоусловиям нельзя этого делать, самое главное, что люди эти, они подвергают свою жизнь, жизнь своих близких опасности. И не разу же было, когда они выезжали, были маленькие дети в салоне машины, нужно было спасать машину, семью. Это полное безрассудство. И здесь, конечно, нужно отработать механизм, чтобы потребовать от них выполнения, скажем так, запретительных знаков. Как сообщил Павел Масюков, на сегодняшний день проработан вопрос о составлении административных штрафов для тех, кто, несмотря на запрещающий знак, все же решится поехать по зимней автодороге. Сейчас мы вместе с ГОЧС и ГИБДД отработали о том, что те, кто, так сказать, приедут и тех, кого будут эвакуировать, вынуждены будут эвакуировать, к ним, так сказать, вместе с представителем ГОЧС будет представитель ГИБДД, который будет составлять административный протокол за въезд под знак «въезд запрещен». Вплоть до, так сказать, того, что будет лишение прав. Еще одна тема еженедельного оперативного совещания – подготовка к съезду оленеводов, который состоится 26 марта в Наринмаре и форуму коренных малочисленных народов Севера. У нас квоты, создан организационный комитет. По положению за две недели до мероприятия должны получить одобрение распадкованного взора, поэтому сегодня-завтра ждем от них письма. В начале апреля планируем съезд коренных мучных народов Севера. По работе двух съездов традиционно создается резолюция, по которой будет выстроен дальнейший план работы.